Снова всех приветствую в Mountain Blade 2 Bannerlord. Продолжаем здесь наше достаточно уже затянувшееся, как я уже говорил, прохождение. Дошли мы здесь до жизни такой, что наш герой стал королем, нежданным и негадом, позапрошлой серии. Погиб или умер, я уж не знаю, король Асирайского Султаната. Вот нашего героя избрали на эту почетную и, в общем, достаточно нелегкую должность. В общем, мы здесь под руководством нового короля, соответственно, захватываем замки кузаитов. В общем, я выполнил такие домашние задания, действительно. Посмотрел я гайды, по крайней мере гайды, и по поводу штурма замков, и по поводу управления. Управление различными законами. Кстати, гайд по поводу управления различными законами я сам же и делал два года назад. Собственный гайд я посмотрел, то бишь, я просто посмотрел свой ролик двухгодичной давности. Кстати, этот ролик в том же плейлисте, который, собственно, содержит и эти серии, то есть, содержит и это прохождение, имею в виду Mountain Blade, знакомство. Просто я, в общем, не стал организовывать новый плейлист. Я вот это вот прохождение просто-напросто засунул в тот же плейлист, в котором у меня коротенькое было знакомство еще двухлетней давности, вот в последней серии как раз того самого знакомства. Поскольку я помню, это было весной 2020 года, так вот там я как раз и снял последний ролик, и там я обсуждал как раз различные законы, которые следует принять. Ну ладно, давайте по поводу законов. Все-таки мы на втором, на втором, во втором, что называется, вторую очередь разберемся с этими законами. А вот что касается штурмозамков, то мы подошли как раз в замку Акиссера. Я хочу здесь попробовать, наконец-то, хоть какую-то тактику примите. Я напомню, что первый замок, который мы вчера штурмовали, я штурмовал просто с балты, ничего не стал делать, никаких приготовлений, по сути. Здесь же все-таки давайте как-то пытаться что-то делать, каким-то образом узнавать эту игру. Так, ну ладно, давайте осадить замок. Так, я так понимаю, что здесь надо строить различные осадные сооружения. Лучше надо делать. Так, что мы можем делать? Мы можем делать... Это что у нас? Это у нас... Нет, это у нас лагерь, да? Так, а где у нас этот, как его? Боже мой, как это называется-то? Таран, да, таран. О, да, здесь требуши построили. Так, а здесь что, здесь тоже? То есть четыре требуши, так понимаю, да, можем построить? А, вот, наверное, таран. Ну давайте разрушим, давайте разрушим, попробуем, по крайней мере, разрушить эти стены. Я хочу, еще раз говорю, я хочу просто попробовать, как это делается. Ну вот, у нас одно Требуши строится. Так, я так понимаю, его надо отправить. Как это делается? А как его отправить в этот, как его? В резерв, просто я-то посмотрел этот, как его гайд, и там сказано, что надо в резерв подправлять. А как его отправить в резерв? Его как-то надо выделить... А, вот отправить в резерв, понял. Понял, понял. Так, это тоже отправим в резерв. Похоже, это какой-то серьезный замок, смотрите, там много очень укреплений. Так, и мы его тоже отправляем в резерв. А у нас четвертый строились. Так, а вот теперь, я так понимаю, мы достаем из резерв. Так, одна. Вторая, третья. То есть, по идее, у нас четыре штуки, они должны обстреливать сейчас тогда эти стены. Так, а что они не обстреливают стены? Не понял я, почему они от стены не обстреливают? А, ну, наконец. Как же, кого-то выкупать? А, ну, наконец. Блин, нет. заключить мир кто-то там такие не знаю враг предательски инициативу выдвигает иди нафиг мы против заключения мира даже не думайте кто это у нас предатель такой отдаст еще предатель что ли мы тут можно сказать без пяти минут замок захватили ты не знаю стояли там несколько дней наконец-то разбили эти стены и можно сказать шаги от победы этот предатель решил мир заключить даже не думать я надеюсь мое решение будет принято почему я не могу дополнительно как сказать дополнительно надавить слава богу даже не думайте никакой мере всем из тем то разбили нет как показывает я не понимаю как показывает чтобы стены наконец-то разбили а а а а а а а Так, в общем, я так понимаю, что мы разбились тем Или нет? Опять же, не очень плохо Уровень стен какой у нас Наверное, вот эту последнюю надо добить и все А, нет, тут уже... Так, ну ладно, давайте штурмовать Я думаю, что мы, наверное, все разбили Штурманем стены и разобьем этих уродов Они вокруг тут закруппировались Я думаю, что преподать им надо еще один урок Ну, по крайней мере, я уяснил это, как делать Единственное, я не понял, как сказать, как идентифицируется, что мы стены разбили Я так понимаю, мы двое стен разбили То есть то, что они черным цветом и уже не восстанавливаются Я так понимаю, это то, что они разбиты Ну, давайте авторазмещение Стены-то разбиты Что-то я пока не вижу отверстия А, вон вижу, да, правом стены И вон еще один правом Два правом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, хватит мазать Так, не понял, что у нас там такие потери-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да блин, твою мать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет Давай! Дорога снова! Я не ушел в доме! Где это наши лучшие? Для них есть работа Это ногам Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, мы потеряли меньше народа все-таки... Наверное, все-таки мы меньше народа потеряли, разница есть... Так, сколько у нас там... 73 было пленника... Давайте всех заберем... А, превышение... Ладно, давайте выкинем тогда кого-нибудь... Так, например, кочевников... Грабителей... Давайте всех ополченцев тоже... Давайте опять же проявим милосердие... Хотя, все-таки милосердие нам уже боком может выйти... Потому как... Падает морель... Ну ладно, давайте сюда... Так, ну чего... Давайте сохранимся... Так, я вот думаю... Догоним ли мы вот этого Гаврика... Или не догоним... Этих, наверное, мы точно не догоним... Они тут... По одному стоят... Они очень быстро двигаются... А, вот с этим не знаю... Давайте попробуем... Не догоним... Не догоним... Так... Чего... А, владелец замка... Давайте посмотрим... Я вот думаю, может с ними мир все-таки заключить... В конце концов... Так, это опять бани-этаж... То есть, могут нам опять же... Да я, в общем-то, не против... Я могу хоть все взять в замки... Ха-ха... Я так понимаю, что здесь особых... Как сказать... Проблем с тем, что идут какие-то неэффективности... Как это делалось... Эээ... В этом... Как в Варбанде... Там просто чем больше замков и городов... Тем больше штрафов шел... Что-то здесь я пока никаких штрафов не вижу... В принципе, можно и себе взять... Почему бы нет? Так... Ок... Какие у нас отношения с этими гавриками? 26... 14... И... 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 Давайте глянем, что у нас вообще с армией творится Сплоченность 14 Ну что, может быть распустить эту армию пока? Я вот думаю Думаю, 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 что вполне можно пока эту армию распустить В конце концов, слишком дорого в плане влияния ее теперь снова сплачивать С другой стороны, в общем-то, мы могли бы, могли бы Хотя, с другой стороны, не знаю Не знаю, не знаю, не знаю Как-то я пока еще не решил, что делать Тут, в принципе, конечно, много еще противников, этих хузаитов Но можно мир все-таки, наверное, заключить, с другой стороны Думаю, 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 думаю Какая у нас личная сейчас армия? Давайте глянем Сколько у нас человек У нас всего 119 человек Это маловато будет Если бы мы могли догнать этого урода Но мы не можем его догнать Вот в чем дело Или все-таки пока не распускать армию? Что-то мне подсказывает, что либо заключать мир, либо не распускать армию Потому что они здесь все кучкуются И они явно будут отбивать замок Это стопудово Но даже если они не будут все вливаться в эту армию Они сюда не зря все прибежали Это понятно Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну ладно, я сохранился Давайте сохранимся еще раз Я не помню, сохранился ли я Я все-таки принимаю решение не распускать армию Я не хочу прекращать с ними войну Давайте мы с хузаитами С хузаитами С хузаитами С этими Наконец-то все точки нады расставим Что мы здесь главнюки Я вот думаю, не захватить ли у них город Ну вот, вполне возможно Но я думаю, что было бы неплохо разбить снова их основные силы Той армии, которая у нас есть И по новой, что называется Это как его Захватить этот город И уже тогда мир заключить Я думаю, что скорее всего Такие могут быть у нас планы Мне так кажется Так что давайте-ка мы Сплачивать нашу армию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Да, и вот что Вот что Давайте все-таки я Второе По значению Второе по значению Ну не по значению А по порядковому номеру Скорее Второе домашнее задание Это то, что у нас закон Так, мне там очень нравился закон О Так Давайте все-таки посмотрим все Так, тут налоги Тут у нас Затраты влияния на приглашение Так, маршалы Маршалы мне вообще нафиг не надо Влияние правящего клана уменьшается на один день Это вообще нафиг не надо Так, применятие государственных решений Эффекты решений Принятых кланом Четвертого класса И выше удваивается У нас выше клан, чем четвертого класса Принятие государственных решений Эффекты решений Что значит эффекты решений Чуть не понимаю Если мы допустим Принимаем постоянное решение Кому какой замок принадлежит Что значит удваивается Два замка дадут Одинаково Нет, мне это не нравится Так, закон о праве на замок Закон о тайном совете Влияние кланов пятого класса повышается На 0,5 в день Затраты влияния Для приглашения кланов Более низкого класса Взрастают Нафиг надо Кланы пятого класса И выше ежедневно Теряют одну очку влияния Максимальная численность В отрядух Их предводитель Увеличивается На 40 Да зачем мне терять влияние Я не понимаю Ну конечно Это хорошо будет Это мы увеличим Безусловно Максимальную численность Нашего отряда Это правда Так, закон о опасном праве Подождите У нас эти уроди По-моему было уже Или А, нет, не было У нас другие были Так Деревня приносит На 0,2 влияния В день Клана Хозяина Города получают Один безопасный Взрывают Один ополчение В день Не знаю Налоги выплачиваем Владельцу Города повышаются На 3% Закон о феодальном Наследовании Стоимость за эти Так Изъять феодоклана Подождите Вот это мы точно принимали Почему предложить А, поддержка отказа А, подождите Так Зеленым цветом Это то, что уже принят А, вот оно что А, понял Блин, я уже торможу Зеленым цветом Это то, что уже принят И мне некоторые законы Совсем не нравятся Например, мне маршалы Совсем не нравятся Давайте посмотрим Запуск на законов Управляющий Безопасность 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 города Ежедневно увеличится на 1 Города Безопасность Которых выше Приносит Дополнительную Смечку Влияния Налоговые поступления Сокращаются На 0,5 Плюс 2 К производству Продолжение в городах Минус 2 К верности Верность 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 Поселения Ежедневно Повышается На 0 Призвание Зачагов В деревьях Снижается 0,20 Поддержка Принятия Нулевая Священное Величество Клан Правитель Получает 3 очка Влияния О! Другие кланы Теряют И поддержка 63% Мне кажется Что стоит Предложить Как вам 3 очка Влияния Я думаю Это то что нужно Ну давайте Посмотрим Еще Так Священное Величество Так Оно Королевских Наемников Влияние Правителя От наемников Удваивается Все кланы Кроме Правящих Получают На 10% Влияние Ну это естественно Никто не будет Поддерживать Левую Так Оно Передачи Землю Ветеранов Войны Получения Ставятся на 10% Лучше Налоговые поступления С деревни Уменьшаются На 5 Нафиг Надо Закон о катанистах Ежедневный Прирост Получения Увеличивается На 1 Новые рекруты Появляются На 20% Быстрее Налоговые поступления С поселения Уменьшаются На 10 Закон Закон Очтец Влияние Всех кланов С чьей лидер Обладает Высоким Обаянением Повышается На 1% Влияние Всех кланов Чей лидер Обладает Низким Обаянным Так Не снижает Закон о королевских Привилегиях При принятии Государственных решений Количество Влияния Необходимо Для преодоления Решений Поддерживаем Большинства Большинства Это классно Клан Получим Они меньше Они меньше Денег Получим Они меньше Денег получат Закон о гражданской Обязанности Правящим Расход Ну понятно Что это Никто И принимать Не будет И вообще Откровенно Говоря Я боюсь Что придется Тут много Преодолевать В плане В плане Того Что нас Не очень Будут Любить Совсем Правитель Получает На 5% Больше Налог От всех Поселений Города Теряют По 1 Получие Затраты Влияние На объявление Войны Правящим Клан Величивается Так Майные Достижения Дают На 20% Больше Влияние Что значит Военные Достижения Затраты На содержание Воинов Увеличиваются На 10% Не знаю Не знаю Я не очень Хочу Увеличивать Затраты Так Карти Вольностей Размеры Ополчения Должна Ставить На 10% А класс Воин Ополчения Повышается Новый Господин И местоправитель Уменьшается На 5% Гражданство 05 верности В день В поселениях Той же народности Что и клан Который Ими владеет Набор Ополчения В поселениях Минус 5 верности В поселении Народность Которых Включается От народности Но это мы никогда Сами не примем Потому что Мы вообще-то Владеем Городами Империи А клан У нас Осирайский Так что Это у нас Будет Минус 5 У всех Городов Так Вопрос Прощения Долгов Верность В поселении Ежедневно Повышается На 2% Производство В поселении Уменьшается На 5% Не знаю Можно было принять Правда Наверное Я бы сказал Так Это наверное В месте Там вот Где падает Верность Там где По-моему Мы Получаем деньги По сотне С города Да вот То есть Вместе Вот эти 2 Принять Да вот Я думаю Что наверное ВМФ Выигрыш Потому что Наверное По сотне С города Все таки Лучше Чем Уменьшается На 5% Хотя я могу Могу И ошибаться Конечно Закон о народных Советах Налоги Выплачиваемые Владельцу Города Сокращаются На 5% Верные Жители Города Ежедневно Повышается Так Закон о Суде Присяжных Верность Поселения Ежедневно Повышается На 0,5 Безапас Поселения Ежедневно Снижается 0,2 Влияние Кланов Ежедневно Снижается Ну это Нафиг Надо Я вот Думаю Что Кое-что Там Было Где-то Так Закон Управляющий Запасность Города Ежедневно Увеличивается На 1 Они Все готовы Принять Этот закон Города Безопасность Которых Выше 60 Приносят Одно Дополнительное Влияние Клан Налоги Поступления С городов Сокращаются Закон Направим На охоту Так Ну вот Да Вот это Можно было бы Принять Если бы Мы приняли Вот там Где верность Наоборот Увеличивается Так Верность Поселения Так Священное Величество Вот Священное Величество Правители Давайте-ка Предложим Клан Правители Получает Три очка Влияния В день Другие Кланы Теряют 05 Размешить Так Исколь У нас Три влияния 24 Будет Влияние 25 Почти Вот Маршал Я бы Отменил Правда Они Все Против Отмен Так Вот Это Они Кстати Вполне Могут Отменить Каждый Известный Человек Ежедневно Повышает Ление Клана Владельца Налог От Укрепления Снижается На 5% Не знаю Не знаю Я не понимаю Что это такое Налог От Укрепления Да Вообще Что Я не понимаю Что значит Налог От Укрепления Так Дорожная Пошлина Так За что Они Тут Как Сказать Все Стоют Так Священное Величество Ну ладно Давайте пока Так Сделаем Итак Давайте ждать Когда они сюда Все припрутся Можно Конечно Можно Конечно Пойти Сразу На город Потому что Они на нас Все таки Не нападут Потому что У нас Больше Людей Давайте Посмотрим Что они Будут Делать Так Они Сваливают Отсюда Все Ладно Сваливайте Дальше А мы Можем Пойти На город Между Прочим Так Или Наверное Надо сначала Гарнизон Оставить А потом Пойти Наверное На город Ну давайте Так Проверить Гарнизоном Ставим Наши части Здесь Да в общем то Можно всех Оставить Что у нас Есть Так 113 Человек Верность Минус 4 Кстати Было Было Два Года Назад Была Какая-то Политика Такая Которая Давала Влияние За каждую Деревню За каждый Замок Что-то Я как-то Не увидел Сейчас По-моему Как-то Называлось Какие-то Городские Нет Сельские Старосты Или как-то Так Называлось Конечно Королевскую Стражу Надо Продавить Еще Народных Совет Нет Это Не то И тоже Не то Как-то Что-то Убрали Может Действительно Он Имбалансный Какой-то Закон Точно Два Года Назад Я Описывал Там Какой-то Какой-то Налог Каких-то Старостах Именно То есть Там Влияние Шло С каждой Деревне Вот Поэтому Мы могли бы Очень много Получать Влияния Там По-моему До 60 Влияния У меня Был В день Из-за Этого Здесь Конечно Такого Не добиться Пока По крайней Так Ну ладно Города Мы То есть Это Как Гарнизон Мы Оставили Еще Один Замок Наш В принципе Я могу Конечно И такими Силами Попытаться Захватить Город Но Дело В том Что Дело В том Что Так А можно Конечно Не город Можно Какой-нибудь Замок Опять Захватить А ну да Что-то Как-то Я Не так Развернул Карту А то Что-то Не понимаешь Что происходит Вообще Так Можно Можно в принципе Нанять Конечно Еще Народец Можно На вот этот Город Пойти Можно На этот Город Пойти А можно Пока Нанять Армию Еще Можно Вернуться Можно Вернуться Ваннируй Там Взять Армию Я Думаю Что Это Наверное Самая Практичная Идея Так Куда Там Нападает Пока Не вижу Кто Там Куда Нападает Я Самок Красоти У Его У Я У А Замок Т Субтитры создавал DimaTorzok У них 600 человек Ну я так и думал, что они Собственно к этому и готовят Да, кстати, вообще-то нам надо прокачаться Я как-то упустил это из виду Даже нашего героя надо прокачать Лидерство Размеры отряда увеличиваются на 5 За каждый город под вашим управлением Это отлично Получается, что мы можем сразу на 10 Герои накапливают общий опыт Что значит общий опыт? Безопасность в городе во время ожидания Ежедневно повышается на 5 Пленник из вашей фракции Проходит без штрафа на боевый тур Нет, я думаю, что первый вариант Так, а мы тут еще можем качнуть? Фатидом можем качать Что я ему качать, я даже не знаю Что я ему качаю, даже я не знаю Так, ну ладно, сейчас вы заплатите за все Можно, кстати, нанять Почему бы нет Качевник, да ну, качевник нафиг нужен Ах, 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 ах Сура А ты не хочешь к нам, кстати, переметнуться? Давайте посмотрим Мне даже любопытно Ваш господин манчук не достоин вашей премии Я не понял, а как мы можем его переманить? У меня даже диалога с ним нет такой Он даже с нами переговоры вести на этот счет не хочет Ну ладно Я так понимаю, что у нас все-таки должно быть какое-никакое преимущество У нас отряда, конечно, нет Но, вообще-то, есть 800 других воинов Ну, да, просит Ну, что, сюда бегут уже, да? Ну, пускай бегут Сколько там, 48 у них? Как я понимаю, иконные лучники, скорее всего Субтитры создавал DimaTorzok ЧТО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ для клуба КОНЕЦ и sempre ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА